Это не какая-то простая проблема. Люди страдают от этого всю свою жизнь, ничего с этим не делая. Сколько бы лет вам ни было, вы все еще не знаете, как справляться со своими мыслями и эмоциями. Если вы видите все таким, как оно есть, все имеет огромную ценность. Жизнь — это не гонка. Если для вас жизнь — гонка, вам стоит как можно быстрее добраться до финиша. Я часто бываю недовольна собой. Я сравниваю свои способности, достижения с успехами других. Я даже сравниваю свою внешность с внешностью других людей. И я думаю, что это одна из причин моей низкой самооценки. Как, по-вашему, я могу повысить свою самооценку и избавиться от самобичевания? Видишь ли, самооценка, уверенность в себе — все это, к сожалению, пропагандируется по всему миру. Зачем тебе оценка? Зачем тебе оценка? Она нужна вам потому, что вы все время хотите быть чуть впереди остальных. К сожалению, так устроена наша система образования, начиная с детского сада. Кто первый, кто второй, кто третий, вы хотите быть первыми. Вы чувствуете себя счастливыми, когда у других дела идут хуже, чем у вас. Что это за жизнь? Почему мы выстраиваем свою жизнь так, что нам хорошо только, когда у других дела идут плохо? Я думаю, что это болезнь. Да? Как вы считаете, это радость или болезнь? Скажите мне, если у всех у вас дела идут плохо, я чувствую себя прекрасно, потому что теперь я номер один. Нет. Мы должны от этого избавиться. К сожалению, ребенку с раннего возраста навязывается мысль, что он должен быть лучше всех остальных. Это как... Я хочу, чтобы вы просто представили, если бы это происходило с другими существами, допустим, с растениями, деревьями и животными. Если муравей захочет стать похожим на слона, это будет ужасный слон и муравей, не так ли? Предположим, манговое дерево захочет стать похожим на кокосовую пальму. Это будет ужасное манговое дерево, потому что на таком стволе не вырастет ни одного манга. Манговое дерево должно быть таким, кокосовая пальма такой. Вот какими они должны быть. Это произошло потому, что во многих отношениях вам внушили, что хорошо, что плохо, что высоко, что низко, что вверх, что низ. Из-за этого вы никогда не обращали внимания на каждый аспект жизни. В том смысле, что, может быть, гуманитарии и юристы... Кто вы? А, бухгалтеры. Вы никогда не обращали внимания на эти вещи. Я провел много времени, наблюдая за всевозможными существами. Муравьями, кузнечиками, червями. Если вы посмотрите, скажем, на муравья, или давайте возьмем кого-то побольше, например, кузнечика, его легче увидеть. Если вы внимательно на него посмотрите, тот, кто создал этого кузнечика, уделил ему столько же внимания, сколько и вот этому. Пожалуйста, уделите ему внимание и убедите сами, если источник мироздания уделил равное внимание и муравью, и вам. Кто, черт возьми, вы такие, чтобы думать, что муравей — это низшее существо, а вы — высшее? Почему вы выносите такое суждение? Творение не вынесло такого суждения. Вы можете считать себя выше других, просто потому, что с наглым видом расхаживаете по этой планете. Но вы не высшее. На самом деле все обстоит так. Если прямо сейчас все черви на этой планете умрут, то примерно через 12-18 месяцев вся жизнь на этой планете прекратится. Умрет все, включая вас и меня. Предположим, что сегодня умрут все насекомые. Через 2,5-4 года вся жизнь исчезнет. Но если умрут все люди, планета будет процветать. Да, из нас получится хорошее удобрение. Если люди исчезнут, через это здание прорастут деревья, не так ли? Да или нет? Все будет процветать. Тогда с чего вы решили, что вы — самая ценная жизнь? Идея о том, что во Вселенной все вращается вокруг человека, очень глупа. В этом космосе даже наша Солнечная система — лишь крошечное пятнышко. Если завтра утром вся Солнечная система испарится, никто этого даже не заметит. Вот насколько она мала. В этом крошечном пятнышке планета Земля — микропятнышко. В этом микропятнышке — Бангалор, супермикропятнышко. И в нем вы — большой человек с высокой самооценкой. Это не какая-то простая проблема. Люди страдают от этого всю свою жизнь, ничего с этим не делая. По сути, вот что с вами происходит. Вы оказались в том положении, в котором находится большинство людей. Вы находитесь в положении, когда вы просто не можете справиться со своим мыслительным процессом и своими эмоциями. Вот и все. Можно встретить 50-60-летних людей, которые все еще не поняли, как справляться со своими мыслями и эмоциями. Это самые базовые способности. Когда же, черт возьми, вы научитесь управляться со своими мыслями и эмоциями? Предположим, вам 20 лет, а вы все еще не знаете, как справляться со своими пальцами. Люди скажут, что вы инвалид. Не так ли? Сколько бы лет вам ни было, если вы все еще не знаете, как управляться со своими мыслями и эмоциями, вы тоже инвалиды. Да? Да или нет? Да, вы калечите сами себя. Это произошло просто потому, что вы создали противоестественное разделение мироздания. Разделение, которого не существует нигде, кроме человеческого ума. Да? Нигде больше этого не существует, кроме как в человеческом уме. Ты — маленькая девочка. Могу я называть тебя маленькой девочкой? Да, вы можете. Для вас, молодые люди, она не маленькая девочка. Для меня она — маленькая девочка. Моя дочь росла вместе со мной, путешествуя повсюду. Когда ей было три с половиной месяца, она путешествовала со мной одна. Я ездил с ней по всей Индии. Она была пристегнута к сиденью в машине. Так она и росла. Каждый день мы были в какой-то новой семье. Люди были замечательные. Но у взрослых есть одна проблема. Как только они видят ребёнка, они сразу же пытаются научить его чему-то, что не сработало в их жизни. Это стремление настолько навязчиво, что как только они видят ребёнка, они начинают его чему-то учить. Они хотят учить. Поэтому я установил одно правило. Вы можете играть с ней столько, сколько захотите. Можете разговаривать с ней. Но никто не будет её ничему учить. Но садгуру, она же так ничему не научится. Может, алфавит или хотя бы раз-два-три. Я сказал, никаких раз-два-три. Тогда они сказали, она ведь даже не будет знать, как сосчитать свои пальцы. Мне всё равно. Мне не важно, умеет ли она считать свои пальцы. Главное, чтобы она умела ими пользоваться. Если она будет думать, что у неё миллион пальцев, что мне с того? Но они хотят научить её раз-два-три, АБВ, у Мэри был ягнёнок. Я сказал, мне всё равно, был ли у Мэри ягнёнок или нет. Вы не будете её ничему учить. Так что никто её ничему не учил. Она была вся во внимании. Потому что, если вам нечему кого-то учить, вы обращаетесь с ним как с равным. Так она и росла. К тому времени, когда ей было два с половиной-три года, она помнила примерно 700-800 имён взрослых. Она считала их всех своими друзьями. Потому что все говорили с ней, как со взрослой. Я бы не отправил её в школу, но моё расписание стало совершенно сумасшедшим, и мне пришлось отдать её в школу. И когда ей было 12-13 лет, однажды она вернулась домой, стревоженная чем-то, что произошло в школе. Она подошла ко мне и сказала, «Ты учишь всех остальных, но меня не учишь ничему». Я сказал, «Видишь ли, я никогда не учу, если меня об этом не просят. Теперь, когда ты пришла, садись. Вот всё, что тебе нужно знать. Никогда никого не превозноси». Она посмотрела на меня вот так и спросила, «А как насчёт тебя?» Я сказал, «В особенности это касается меня, потому что иначе ты всё упустишь». Если ты видишь меня таким, какой я есть, это очень ценно. Если ты будешь меня боготворить, что ты сделаешь? Вероятно, возьмёшь мою фотографию и повесишь её на стене, как поступили со многими людьми, которых ценят в этом мире. Просто смотри на меня таким, какой я есть. Не смотри на меня снизу вверх и никогда ни на кого не смотри свысока. Вот и всё. Никогда ни на что не смотри снизу вверх, никогда ни на что не смотри свысока. Если вы видите всё таким, как оно есть, Всё имеет огромную ценность. У каждого есть своё место и ценность в жизни, не так ли? Каждое существо имеет ценность. И как много всего мы уничтожили в этом мире из-за того, что не осознали этого. Просто потому, что думаем, это имеет ценность, а это нет. Здесь нет ничего, что не имело бы ценности. Всё имеет свою ценность. Может быть, вы не в состоянии это увидеть. Так что не ставьте себя в такое положение, что вы против всего остального мира. Это не то соревнование, в котором стоит участвовать. Вы хотите быть номером один на этой планете? Это ужасная идея. Все ниже вас, а вы выше. Разве это хорошая идея? Я думаю, что это нездоровая идея. Стремление, при котором вы хотите быть впереди кого-то, должно уйти. Для развлечения в процессе игры вы можете соревноваться. Это другое дело. Жизнь — это не соревнование. Жизнь — это не гонка. Если для вас жизнь — гонка, вам стоит как можно быстрее добраться до финиша. Если вы думаете, что жизнь — это гонка, вам стоит прийти к финишу сегодня. Я могу рассказать вам, как это сделать. Вы хотите прийти к финишу? Нет. Это не гонка. Это огромная привилегия, что мы пришли сюда как человеческие существа. Это означает, что наша способность переживать жизнь гораздо больше, чем у любого другого существа на этой планете. В этом значимость того, кто мы есть. Вы можете переживать жизнь гораздо глубже, чем это может сделать муравей, кузнечик или кто-то другой. В этом наша привилегия. Вместо того, чтобы переживать жизнь, мы пытаемся выиграть гонку. Если сегодня вы выиграете гонку, то сразу же окажетесь в крематории. Вам не нужна самооценка. В индийской культуре, если вы этого не знали, есть такие имена, как Рамадас, Кришнадас и так далее. Это означает, что люди сознательно принимают имя раба. Потому что, если вы становитесь рабом добровольно, с радостью, вы потрясающий человек. Если кто-то был кем-то порабощен, это другое. Но добровольно я готов сделать все, что нужно в этом мире. Это замечательный раб, не так ли? Я такой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ